МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Даже в ноябре иногда можно вот так одеться. Но как-то для лета мы уже приближаемся тут к летнему солнцестоянию. Вообще говоря, это, конечно же, очень даже непонятно. Это очень серьезная аномалия. Да, действительно, погода в этом году преподносит нам сюрприз за сюрпризом. По-прежнему на Урале прохладно, по-прежнему на Урале дождливо. И ладно бы, если на Урале. В общем-то, наверное, по всей стране погода, ну, она такая, скажем, очень даже нервная. Недавно разговаривал с Екатеринбургом, с садоводами-любителями. Они говорят, да у нас яблоня вот только-только начинает цвести. Ну, и у нас вспомним, если к середине июня обычно мы начинаем собирать ранние сорта жимолости, сейчас, в общем-то, еще ни о каких ягодах речи быть даже не может. Кстати, сегодня у нас праздник, и я, уважаемые садоводы-любители, уважаемые телезрители, поздравляю вас с Днем Независимости России. И здесь я хотел бы вспомнить, что вообще независимость России, как, в общем-то, и любого государства, она складывается из многих компонентов. Это армия, это какие-то внутренние органы, ФСБ, МВД. Ну, и независимость во многом связана с продовольственной безопасностью страны. И вот здесь садоводы-любители должны проникнуться, что они находятся, в общем-то, наверное, на переднем крае борьбы за независимость России. Особенно это актуально в этом году. Ну, вот капризы погоды по всей стране, они уже сегодня привели к очень серьезным проблемам. Есть такая цифра, ее опубликовало Министерство сельского хозяйства, что уже на начало лета из-за природных катаклизмов, из-за аномально холодной погоды, заморозков, града, где-то засухи, где-то, наоборот, подтопления. Юг сегодня уже начинает атаковать саранча. Так вот, уже из-за природных катаклизмов сегодня в России потеряно по отношению к 2016 году примерно 30% урожая. 30% это очень серьезная цифра. Ну, и не мне вам объяснять, что вот эти вот потери урожая, они, конечно же, ну, уже ближе к осени, ну, а зимой это гарантированно скажутся на ценах на продукты питания. И вот здесь, вот, в общем-то, конечно, у многих садоводов вроде бы руки опускаются. Вот то не растет, другое не растет. Но, тем не менее, я предлагаю проявить мужество, проявить выдержку. Ухаживаем мы за нашими садами с двойным усердием. Ну, и это, конечно же, окупится. Я почему-то уверен, что лето еще наступит, и урожай мы с вами получим. Может быть, не тот, на который могли бы рассчитывать, но, тем не менее, кто в саду работает, без урожая никогда не остается. Ну, есть проблемные культуры. Допустим, там, томаты многие садоводы высадили в открытый грунт. Они явно расти не хотят. Морковь многие садоводы жалуются. Вот она вроде бы взошла, семидольные листики есть, а первого настоящего листа все никак появиться не может. С виноградом там у нас проблемы, с плодовыми, с ягодными культурами. Смотрите передачу «Зеленый остров», регулярно смотрите. Я думаю, что вот в этом году у нас основной акцент в передаче будет сделан на то, как преодолеть вот эти вот трудности. Ну и первой темой передачи я хотел бы выбрать ответ на вопрос, который поступил еще две недели назад. Я долго готовился, чтобы на него ответить. В общем-то, здесь было не совсем понятно, о чем идет речь. Тем не менее, вопрос звучит так. На луке начали вянуть отдельные растения. Выкопали, вся подземная часть облеплена мелкими, примерно по одному сантиметру, тонкими белыми червями. Что это такое? Ну, это вряд ли может быть нематода. Нематода есть практически сегодня на каждом садовом участке, но нематода – это очень мелкий вредитель, в длину взрослая насекомая, буквально один-полтора миллиметра. И невооруженным взглядом, в общем-то, определить нематоду практически невозможно. На том же луке нематоду можно определить, но по вторичным признакам. Листики на перо, на луке делается такое искривленное, они недоразвитые. И самое главное, когда вырастает урожай, мы в нем обнаруживаем очень много как бы вывернутых луковиц. Вот луковица как будто бы треснула, и часть чешуй, они оказались на поверхности. Вот если вы обнаружили такие луковицы, это, скорее всего, нематода. Но в данном случае в вопросе речь идет явно не о нематоде. Для луковой мухи, а это основной вредитель на репчатом луке, это, в общем-то, тоже нетипично. Дело в том, что личинки луковой мухи небольшие, они там 5-6 миллиметров, и они такие пузатенькие. И появляются эти личинки, они появляются довольно поздно. Даже если луковая муха нормально сделала кладку в районе корневой шейки лука, и произошло вот заражение этим вредителем, повреждение первичное, то личинки луковой мухи, они обнаружатся только в середине лета. То есть сейчас для луковой мухи еще, в общем-то, не время. Поэтому я рискну предположить, что в письме речь идет о повреждении проволочником. Вот обычно проволочника мы знаем вот уже взрослого. Проволочник – это личинка жука-щелкуна. Это личиночка, похожая вот действительно на кусочек проволоки, такого желтого или коричневого цвета, очень жесткая. Она прогрызает луковицу, она прогрызает клубни, тех же георгин, того же картофеля. Она может повреждать и лук. И вот когда мы говорим, обычно проволочника мы знаем уже во взрослом состоянии, это личиночка длиной сантиметра 2-3, но когда проволочник молодой, а, кстати, в фазе личинки он находится в почве довольно длительное время, иногда 5, а иногда даже 7 лет, так вот когда проволочник молодой, вот его личиночки как раз примерно 1 сантиметр в длину, тоненькие и белые. Поэтому вот в данном случае я считаю, что лук начал вянуть, и когда мы выкапываем, обнаруживаем вот этих вот мелких червячков, это повреждение проволочником. Ну, с проволочником знаем, как бороться, прежде всего удаляем с участка весь пырей, потому что там, где есть пырей, там всегда есть проволочник. Вот пырей и проволочник – это такие близнецы и братья, они без друг друга жить не могут. Ну и если эта проблема определилась, и личинку нужно уничтожить достаточно быстро или отпугнуть, я предлагаю воспользоваться почвенными инсектицидными препаратами. Это либо препарат базудин, либо препарат землин, либо препарат провотокс. Единственное, вы должны очень четко представлять, если вы решили воспользоваться этими препаратами, а, кстати, с помощью этих препаратов можно бороться не только с проволочником, но и с другими вредителями, с той же совкой, с той же луковой мухой. Так вот, если вы решили воспользоваться провотоксом, землином или базудином, Вы должны помнить, что это очень токсичные препараты и срок ожидания на них где 30, а где даже 40 дней. Срок ожидания это время от внесения препарата, от обработки до того момента, когда мы можем приступать к уборке урожая. Итак, внесли и только через 30-40 дней мы можем собирать урожай. Поэтому на луке, который мы выращиваем на перо, ни в коем случае базудином, землином пользоваться нельзя. На ранней капусте нельзя, на редиске нельзя. И вот только на поздней капусте, на луке, который мы будем убирать в августе, вот этим препаратом сейчас воспользоваться можно. Очень внимательно читайте инструкцию. Там вот эта информация всегда присутствует. Итак, срок ожидания. Вот его нарушать ни в коем случае нельзя. Вот все говорят, все плохо, плохо, погода не дает получить нормальный урожай. Вот смотрите, вырастил вот такую вот пекинскую капусту. Кстати, все, кто выращивал в этом году пекинскую капусту, ну в условиях все же теплицы, парничка, те отмечают, что вот судя по всему, это был год пекинской капусты. И вот такая вот прохладная, влажная погода позволила получить вот такой вот качественный урожай. Кстати, я хотел бы здесь особо обратить внимание садоводов-любителей. Выращиваю эту культуру уже не первый год. Пробовал выращивать ее в открытом грунте, пробовал выращивать ее в защищенном грунте. И все же остановился на том, что вот если вы хотите получать такой стабильный урожай на пекинской капусте, выращивать ее все же необходимо в условиях защищенного грунта. В открытом грунте эта культура у нас растет очень плохо. Пораньше высеваем семена на рассаду. В общем-то, даже где-то в середине марта это можно сделать. Ну и в защищенный грунт высаживаем капусту, рассаду уже в возрасте примерно там месяц-полтора, где-то в середине апреля. Дополнительно в парничке или в тепличке набрасываем на пекинскую капусту там нетканный укрывной материал. Достаточно там одного слоя двадцатки. Если сороковка будет, это будет вообще идеально. И к концу мая, к началу июня получаем вот такую вот шикарную продукцию. Ну а есть культуры, которые растут, конечно же, в этом году. Согласен, очень даже плохо. Вот очень много жалоб поступает. Вот посеяли семена огурца, а они уже там чуть да не месяц в теплице зайти не могут. Или другой вариант. Вот посеяли огурчики, у них там семидольные листики появились. И вот в таком вот состоянии огурчики стоят уже там две-три недели. А когда же появится первый настоящий лист? Да, для огурца, в общем-то, температура в этом году крайне низкая. Кстати, вот когда мы говорим об огурце, огурец очень теплолюбивая культура. И если он хотя бы один раз попадает под переохлаждение там в 5-10 градусов, в общем-то, после этого огурцу необходимо примерно 7-10 дней теплой погоды, чтобы он вот просто успел восстановиться после вот этого стресса. Ну а после вот такого продолжительного стресса, который огурцы испытывали в том числе в парниках и теплицах в конце мая, в первой половине июня, огурцы, ну, расстроивая вас, скорее всего, не восстановятся. Поэтому сейчас, я считаю, одна из наиболее важных работ на приусадебном участке – это провести повторные посевы теплолюбивых культур. Тех же огурцов, тех же кабачков, патиссонов, вполне возможно, что даже тыквы. Тыква, в общем, холодостойкая культура, но даже для нее вот такие вот похолодания, которые мы отмечали на Урале в первой половине июня и в конце мая, были слишком, слишком, слишком низкие, слишком серьезные. Итак, не ждите, что вот эти огурчики, которые там не взошли, вдруг взойдут и дадут нормальный урожай. Не ждите, что огурчики, которые взошли и не могут никак сформировать там первый настоящий лист, а от всходов уже прошел там почти месяц. Эти огурцы уже точно нормального урожая не дадут. Вот лучше это дело обыграть вот таким вот образом, провести повторный посев. Ну и здесь я хотел бы вспомнить, что сегодня есть достаточно много гибридов огурца сверхраннего срока созревания. Вот в частности, новые семена предлагают нам различные гибриды, там, СЦ так называемые. У них срок вегетации, то есть, вернее, не срок вегетации, а начало плодоношения от всходов до первого урожая всего 38-42 дня. Вот воспользуемся этими огурчиками, получим гарантированный результат. Предлагаю особое внимание обратить на огурец-директор. Мы выращиваем его уже пять лет, и все, кто его выращивает, отмечают главную особенность этого гибрида. Он очень холодостойкий. Вот, наверное, именно на такой гибрид нужно сделать ставку в этом году. Ну и здесь я бы вспомнил российские гибриды, там, по щучьему велению, вьюга, метелица, Санкт-Петербургский экспресс. Это гибриды, полученные вот непосредственно в северо-западном районе, где вот такие вот похолодания – это норма. И отбор ввелся именно вот этих гибридов в таких жестких условиях именно на устойчивость к пониженным температурам. Итак, огурчики, давайте все же пересеем. Санкт-Петербург Санкт-Петербург В этом году корневая система практически всех растений испытывает очень серьезный дискомфорт, очень серьезный стресс. И одна из наиболее важных работ – мы должны стимулировать сейчас развитие корневой системы растений. Ну, во-первых, на большинстве участков нужно провести рыхление почвы. Сверху корочка образовалась, воздух не поступает, корневая система не дышит, развивается очень медленно. А на участках с тяжелой почвой, ну, где мы там посадили картофель, где мы можем залезть вилами, я бы рекомендовал провести не просто поверхностное рыхление, а провести, в общем-то, довольно глубокое рыхление почвы, чтобы воздух прошел в нижние слои, чтобы корневая система начала дышать, чтобы почва начала прогреваться чуть-чуть побыстрее. И, к сожалению, почва аномально холодная для этого времени. Ну, и развитие корневой системы мы можем подстегнуть с помощью различных стимуляторов роста. И о этих стимуляторах сегодня задается очень много вопросов. Сейчас мы переместимся в садовый центр «Виктория», где я поговорю о стимуляторах роста и корнеобразования более подробно. «Виктория» Итак, растениям, которые попали под длительное переохлаждение, а длительное переохлаждение – это очень серьезный стресс для растений. Этим растениям необходимо помочь. Что мы делаем? Приезжаем в садовый центр «Виктория», видим большое количество удобрений, комплексные удобрения, удобрения с микроэлементами, но до них дело дойдет чуть-чуть попозже. А начинаем мы экстренную помощь со стимуляторов роста. Ну, самые распространенные, проверенные стимуляторы – это эпин и циркон. Они очень хорошо работают как на переохлаждение, так и на перегрев растения, на недостаток влаги, на избыток влаги. Вот если, скажем так, не заморачиваться, вы берете вот эти недорогие и эффективные препараты, обрабатываете растения, и за счет вот этой обработки значительно ускоряете восстановление, значительно ускоряете развитие растений. Из более новых препаратов, вот об этом препарате я уже неоднократно рассказывал, «Мевал Агра». Это препарат на основе органического кремния. Органический кремний, он способствует лучшему усвоению калия и особенно фосфора, что чрезвычайно важно в прохладную дождливую погоду. Итак, вот «Мевал Агра» я считаю, это как раз препарат именно вот на такую погоду, которую мы наблюдали в конце мая, в первой половине июня. Очень хороший препарат, мы также рассказывали о нем в рамках передачи «Зеленый остров» препарат «Энерген». Препарат биологического происхождения обладает очень высокой эффективностью, прежде всего для восстановления корневой системы. Чуть попозже у нас зацветут томаты, и у томатов будут довольно серьезные проблемы с опылением. Дело в том, что вот после такого стресса, если цветочек даже распускается, он может просто отпасть. Плод из него не завяжется. Вот для того, чтобы стимулировать растения в момент цветения к завязыванию плодов, вот можем воспользоваться таким препаратом. Препарат «Бутон», препарат на основе гиберлиновых кислот. Здесь нет никакой химии, здесь все только препараты, полученные из биологического сырья, не вредящие здоровью человека. Обрабатываем и за счет этого значительно увеличиваем урожай. Ну и особенно я предлагаю обратить внимание вот на этот препарат. Препарат HB-101, препарат японского производства. Не первый год мы им пользуемся, не первый год он нам помогает. Особенно этот препарат интересно применять в начальный период вегетации, потому что он стимулирует развитие более мощной корневой системы, он стимулирует более раннее и большее нарастание листового аппарата. На сегодня мы говорили, что нам нужно помочь и корням, и листьям быстрее восстановиться. Итак, вот таким вот препаратом воспользовались, растения быстренько восстановились, и мы получили с вами богатый урожай. И все вот это мы можем приобрести в садовом центре «Виктория». Виктория «Виктория» Итак, уважаемые телезрители, сегодняшнюю передачу «Зеленый остров» мы посвятили вопросу, как помочь саду после вот этих длительных похолоданий, после заморозков. Главное, не отчаивайтесь. В общем-то, ничего еще не потеряно. Еще раз с праздником, всего доброго, до встречи ровно через неделю. До свидания. Спонсор программы «Открытое акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова